А как этот район называется вообще, Наталья? Смотри, избушка. Разрушается уже почти. Ты, короче, правее Мады. Утром было прям холодно. Вот смотри, там и кораблики плывут. Сейчас я приближу. Такси едет еще, видишь? Красиво, да. Так, в какую сторону ходи? Давай туда. Давай, здесь. Просто рабочий день вроде как середина. Куча людей. Ты сядет на улицу, музыку вон слушают. В Турции вообще, как будто никто не работает. Есть всегда такое ощущение, когда ты выходишь на улицу. Видишь, муравейник слишком большой. Я думаю, много людей работает. Много и не работает. Это все удивительно. Потому что людей просто много, да? Да, людей просто слишком много. Особенно всяких русских понаехавших. Да, да, да. Но мы уже пакуем чемоданы, так что. Исправляем ошибку? Пакуемся. Да. Вот наше любимое явление. Мусорщиков там видно сейчас в конце улицы. Покажу вам. Это когда маленькие дети с такими вот мешками, телегами собирают мусор. Ну, либо, естественно, в кавычках. Потому что мы вообще не понимаем, конечно, эту фишку, эту культуру. Детей на улицах здесь миллион просто эксплуатируется для зарабатывания денег всеми возможными способами. Это очень грустно. Ну, да. Так, сейчас мы выходим на кораблики. На КДК порт, да? Ой, кстати, мы сейчас будем проходить места, где мы подписывали контракт, да, недавно? Да, слушай, ровно год назад. В нотариате. В нотариате. Это где понадобился перевозчик, а потом не понадобился тоже, да? А, ну да. Да, да. Кстати, они хотели. Турчанка сама нам турецкая риэлтор сказала. Разрулила. Что она мне все по-английски объяснит и все будет окей. Ну да. Подписались. Вот мы идем в такие типичные, да, райончики, я смотрю? Ну да. Ну, неплохие и нехорошие, кстати. Да, просто всего много. Всего много и все такое в разновой, короче, вот фишка. Можно подышать такой турецкой, турецкой реальностью здесь, мне кажется. На улицах люди едят, продают, зазывают. Таксисты стоят как будто ждут клиентов, но это неправда, они не ждут клиентов. Они отдыхают. Они пьют чай и ты попросишься к ним на такси, они скажут, извини, чувак, я занят, я не хочу никуда везти тебя и вообще там с хорошего дня тебе. Кстати, я сейчас опять с нерабочей стороны иду. Можно я с другой вот так буду идти? Ну ладно. Не знаю, спасет эту ситуацию или нет. Это совсем другое дело. Девушки меня поймут. Ты себя чувствуешь увереннее со своей рабочей стороны. Так, мы со сумкой надо не забыть. А если бы точнее за чемоданом, потому что когда ты говоришь сумка, вспомним эту ситуацию, люди неправильно понимают тебя и берут с собой место чемодала на сумку. Блин, да. Помнишь такую историю? Угу. 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 Девушки, увы. Угу. 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 Здесь слишком много жизни, тебе не кажется? Вот именно так? Ну, для меня слишком много, мне вообще мало надо. По факту. А тут этого еще не просто как бы норма, этого в избытке жизни городской-уличной. Опять солнце выходит и, я думаю, станет жарко-душно резко. Это уже все привычно, а когда ты уже привык, ты можешь, мне кажется, не так категорично размышлять, ой, мое не мое. Ты уже пожил, посмотрел, ты в этом поварился и уже можешь взвешенно принять решение, что нет, все-таки нет. Есть уже точные как бы аргументы, хотя я в целом доверяю первому впечатлению в том числе. И что у тебя за первое впечатление? О Стамбуле? Угу. Ну, Остамбуле у меня первое впечатление... У меня прекрасное первое впечатление. Да, да. Мне вот это все никогда базар-вокзал не близок был, но просто казалось, что, ну, как-то погода, природа выровняет баланс. Вот, там, Босфор, вот это все, но нет. Ты прямо рассказываешь, что такое, знаешь, прощание с иллюзиями такое, знаешь? Ну, нет, почему? Это взрослая жизнь просто. Я, в общем, мне кажется, как-то мало очень иллюзий осталось, если они вообще есть еще о чем-то. Да, вот что. Да. Ну, ладно. Ну, расскажи мне про мои иллюзии. Такая она взрослая. Не, ну... Ну, давай, давай. Я шучу. Не, просто... Звучит просто слишком опять уверенно. Ааа. А так? Как... Нам куда? Нам вот нужно попытаться перейти... Просто я наконец-то начала, как ты, уверенно, говорить, показывать свой характер, и тебе не нравится, что у тебя появился конкурент. Так, нам нужно уверенно перейти на красный, как видишь, все переходят. Ну, красный же, у них зеленый реально, люди просто переходят. Это супер небезопасно, но вот такая вот реальность. Ну, let's go. Да, ну, походу, туда пошли. Тох, ну ты гонишь. Это я вообще не поддерживаю. Стоп. Не-не, это ты зря. Ура, семита, самая вкусная вещь в Сангуле. Ну-ну, продолжай. Я остановился на том, что у тебя появился конкурент по уверенным заявлениям. Появился. У меня уже как 10 лет появился. П-20 направо. П-20 направо. Потом повернем. Это уже прям вообще наши-наши места, да? Мода или мода. Не знаю, правильно? Да. Да. Сюда мы приехали в 2021 году впервые, помнишь, тогда приплыли на кораблики, такие, вау, вот это мы туристы следующего уровня приплыли на азиатскую часть. Нам очень понравилось тогда. Ну, именно с туристическими целями было прикольно. Да, супер классика. В принципе, если ты дома в затворничестве всю неделю сидишь, то даже и сейчас такой оп, вышел на часик и в принципе глотнул. Было интересно. Давай спринем сразу. Да. Немножко. Понасматривался и готов еще недельку или две никуда не ходить. Да. Да, кстати, мы же, наверное, и снимали в 2021 году, да, вот прям эти же примерно места. У тебя есть? Да, я думаю, что есть. До того, как мы, до того, как началась вся жизнь в мире и до того, как мы сюда переехали и даже узнали, что есть вариант сюда переехать. Закрутилось, завертелось. Смотри, кстати, хороший рыбный выбор вообще. Угу. Мы что-то здесь не отоваривались, но тут прикольно. Да, адекватно. Ну, тушит отсюда, да, не хочется это все. Наши любимые. Наши любимые маркетологи. Да, это, кстати, мы обсуждаем тот сервис, который нам как раз не нужен, который нас так отпугивает. Да, да. Нас как на наживку. Ну, тут еще ладно, чуть-чуть прошел, а вот в Мармарисе мы когда были, идешь гуляешь в ту набережную, разговариваешь, они прям встревают в твой разговор, даже мысль сбивают. Тут меня вообще напрягает. Ну, как можно настолько быть навязчивым. Ну, да. Так. Где-то тут у нас район с этих шмоток. О, да, мы уже отошли, кстати. Дошли? Угу. А, мы здесь сняли наличку, Антош, ты отвлек своим блогом. Где мы снимать будем теперь? Ну, здрасте. Ну, вбивай в поиск. Ну, вбивай в поиск.